Всем привет дорогие друзья, с вами Владислав это канал ноутбук 31. Тема ремонта техники от компании Samsung оказалась очень актуальной и сегодня я хочу поговорить про два интересных случая ремонта смартфонов. Это Samsung A21s, он не включается и не подает признаки жизни. Клиенту отказали в гарантии в официальном сервисе компании Samsung и соответственно телефон вернули обратно, без ремонта со словами, клиент сам виноват. А также классный смартфон Samsung Galaxy A9, который прислал на подписчик в подарок, так сказать задонатил телефон на благие цели. Правда он утопленник, но может быть хоть на запчасти пригодится. В этом видео попробуем разобраться, насколько качественно происходит ремонт у официалов и почему сервис отказал в гарантии. А также выясним, что могло произойти с телефоном, который щукарем нырнул в кастрюлю полную воды. Это и многое другое вы узнаете из этого видеоролика, а поэтому досматривайте его до конца. Ну и присаживайтесь поудобнее, наливайте чайок с лимончиком и погнали, будет интересно. И начнем пожалуй с Samsung, которому отказали в гарантии. Я недавно в своем инстаграме постил, что нам принесли на днях целую кучу таких Samsung. То есть 4 штуки принесли, не забудьте подписаться на инстаграм. И в общем вот это один из этих Samsung, которые попросили быстро сделать. Со слов клиента, этот телефон уже побывал в официальном сервисном центре, где был успешно заменен дисплейный модуль на оригинал по вине клиента. Его неудачно уронили и матрица поплыла. Но спустя пару дней эксплуатации после ремонта, телефон выключился и не подает признаков жизни. После чего его снова отнесли обратно в сервис, где им отказали в гарантии. По причине, что на защитном стекле дисплейного модуля уже имеются новые сколы и царапины. Телефон теперь у меня, ну и давайте посмотрим, что же с ним не так. А заодно оценим качество этого ремонта. Здесь стоит защитное стекло, но уже со сколами. Это у нас Samsung A217F. Давайте проверим дефект. Нажимаю на кнопку включения. И ничего не происходит. Телефон полный труб. Но возможно он просто разряжен. Давайте попробуем подключить его к зарядному устройству. Все внимание на первый Type-C порт моего китайского зарядника от компании Product Schematic. Телефон действительно не реагирует на подключение зарядника и в нем есть какая-то проблема. Получается, что без разборки не обойтись. Такого уровня смарты разбираются через отклейку задней крышки. А значит нагреваю телефон, а точнее его пятую точку при помощи сепаратора. Нагрев осуществляю до 70 градусов по Цельсию. На такой температуре клей, особенно не заводской, легко размягчается. Чтобы отклеить заднюю крышку, я использую тонкую пленку для ламинирования. Она прекрасно справляется с данной задачей. Не забываю подлить немного чистого спирта. Приоткрыл нижнюю часть и тут прекрасно видны следы клея по типу B7000 и тронутый шлейф антенного модуля. Отклеиваю заднюю крышку полностью. По ходу сканер отпечатка пальцев приклеен прямо на заднюю крышку, а поэтому надо действовать очень аккуратно, чтобы его не повредить. Готово, задняя крышка демонтирована. Так, смотрите, в общем-то, вся эта часть переклеивалась. Здесь присутствует B7000. Здесь я бы сказал, что приклеили не очень аккуратно, а как попало. Старый скотч на месте, не убран. Меня эстетически не очень порадовал. Кстати, отпечаток действительно приклеен к задней крышке на клей, а по идее он вставляется в паз на самом корпусе. Но да ладно. Нижний шлейф с антенной при первом вскрытии завернуло у официалов, но, к счастью, он не поврежден. Повезло так повезло. Далее откручиваю несколько винтов по периметру и снимаю среднюю часть. Действую максимально аккуратно, чтобы не повредить дисплей. Осталась пара защёлок и корпус можно будет снять. При осмотре средней части, вот в этом месте присутствует красная окрашенная пломба. Что бы это могло значить? Но следов залития я не наблюдаю. Осмотрю материнскую плату на предмет повреждений, залития или официальных сервисов. Ничего критического не было обнаружено. На этом этапе необходимо обесточить плату, то есть отсоединить шлейф аккумуляторной батареи. Готово. При помощи мультиметра от компании Mustech проверяю напряжение на клемме аккумулятора. Это не так просто оказалось сделать, но я изловчился и... Смотрите-ка, аккумулятор-то заряжен. 3,98 вольта. Всё это мне показалось странным. Почему тогда телефон не включается? Подсоединяю шлейф обратно, а вдруг повезёт. Нажимаю на кнопку включения и... Да ладно. И телефон заработал. Картинку на экран показал, что замечательно. То есть смотрите, телефон не включался, не заряжался. Просто снял заднюю крышку, передёрнул аккумулятор. И всё, телефон заработал. Обалдеть. Смартфон загрузил операционную систему. И на экране он. Код. Но графического ключа я, к сожалению, не знаю. Клиент мне его не сообщил. В таком состоянии разобраны. Подключаю телефон к зарядному устройству. Зарядка успешно пошла и ток потребления составляет 2 ампера. Что по заводу? Осталось его только подсобрать. Защёлкиваю обратно его среднюю часть. И закручиваю все винтики. Не поленился я максимально убрать старый клей и оригинальный скотч. Вот так всё это дело теперь выглядит. Наношу новую порцию клея B7000. Стараюсь на шлейф его не наносить. Чтобы не подкладывать следующему мастеру так называемую свинью. Прикладываю заднюю крышку и не забываю защёлкнуть шлейф на скане распознавания фаланга. На данный момент времени смартфон уже давным-давно отдан и успешно тестируется своим владельцам. А о стоимости ремонта вы узнаете в конце этого ролика. А поэтому не переключайтесь. А мы переходим к следующему ремонту. На ремонте у меня посылочка от одного из наших подписчиков. И начну пожалуй сразу с предыстории. Однажды на почту поступило мне вот такое сообщение. Хочу подарить вам смартфон. Написал мне подписчик по имени Андрей. Доброго времени Влад. Подскажи пожалуйста на какой адрес мне отправить смартфон Самсунг. Правда он утопленник. Но может хоть на запчасти пригодится. Андрей написал что телефон неплохой. Возможно кому-то поможет. Возможно смогу оживить. Ну а если нет на запчасти он актуален. В общем Андрей меня переубедил. И я ему дал координаты для отправки. Позже подписчик еще рассказал что с телефоном случилось. Андрей мыл посуду и разговаривал по телефону. Прижав его плечом к уху. Телефон случайно упал в кастрюлю полную воды. Тут же он его вынул. Вытер сухим полотенцем. Ну и телефон работал. А на утро при нажатии на кнопку активации. Телефон отчетливо щелкнул. Моргнул экраном. И больше не включался. Телефон теперь у меня. Ну и давайте посмотрим что же с ним не так. Распаковываю посылку. А затем осматриваю его заводскую коробку. Так ого. Самсунг А9. Телефон от 128 гигабайт. Это крутой телефон. Крубочка симпатичная. В общем насколько я помню. Этот телефон залитый. Подписчик написал мне что типа. Телефон залитый. Сделаешь забери себе. Не сделаешь пусть будет на запчасти. Открываю коробку. И давайте посмотрим в каком состоянии находится смартфон. Так. Ну что. Сейчас какой нибудь сяоми будет. А нет. Слушайте. Даже дисплей не разбить. Да ладно. Целый. Слушай. Я скоро на самсунг перейду. С таким этим успехом. На мое великое удивление этот самсунг целый. Как по корпусу. Так и по экрану. Что в данный момент редкость для таких подарков. Почему-то в таких ситуациях мне всегда думается. Что где-то есть подвох. Давайте проверим дефект. Нажимаю на кнопку включения. На кнопку не реагирует. И это печально. Никакой реакции от этого смартфона естественно нет. Но проверить стоило. Хуже ему уже точно не будет. Давайте осмотрим данную комплектацию этого устройства. В комплекте идут оригинальный USB кабель и блок питания. Он с возможностью быстрой зарядки. И даже наушники положили. Что безумно щедро со стороны Андрея. Так наушники серые или нет. Ну вроде такие более менее чистые. На этом все. На этом обзор окончен. Всем пока. Стоп-стоп. Наверное все-таки будем не обозревать этот смартфон. А ремонтировать. Поехали дальше. Вьетнамские. Так. Это у нас. Его модель перед вашими экранами. Это SM-A920F. Долсим. Кстати говоря. Made in Vietnam. By Samsung. Что круто. Не знаю насколько это правда. Но то что не написано сделано в Китае. Уже внушает доверие. Перед разборкой проверяю разъем Type-C. На наличие заниженных значений. Или коротких замыканий. По линиям например данных. Или питанию. Так. Линии данных у нас вот здесь. А. Не. Линии данных у нас вот. 660. И 660. 670. Нет. Здесь все в полном порядке. Делаю я это при помощи диагностической платки. Которая имеет всю распиновку разъема. И без труда можно замерить нужные показания. В одном из предыдущих роликов я про эту плату рассказывал. Так. Смотрите. Вот нету никаких засечек по за корпусом. Телефоны идут засечками. Которые копанные. А этот нет. Как будто бы не вскрывался. После визуального осмотра корпуса смартфона. Я понял что его еще ни разу не открывали. То есть в ремонте он не был. Хотя обычно бывает наоборот. И внутри после таких ремонтов появляются сюрпризы. В нашем же случае есть шанс на ремонт. Приступим к разборке. Нагреваю корпус смартфона до 70 градусов. Так. Разогреваем смартфон на сепараторе. И будем сейчас разделять заднюю крышку. Вот корпус. Пленочкой с добавлением чистого спирта корпус вскрываю. Здесь так же как и в предыдущем случае нужно отклеивать заднюю крышку. Аккуратнейшим образом эту процедуру проделываю. Телефон точно ни разу не вскрывался. Потому что прям скотч. Прям плохо идет. Как будто бы по заводу. Демонтирую заднюю пластиковую крышку и... И да, тут завод. Получилось снять крышку практически без повреждения заводской проклейки. Что не может не радовать. Нету никаких следов. Там B7000 и еще чего-нибудь. Здесь конечно сердечко нарисовано. Но это мы не будем брать в расчет. Скорее всего на заводе китайцы так работают. Так, а здесь что у нас? Осматриваю внутрянку смартфона вместе со шлейфами. Здесь в принципе пока ничего не видно. Да так ничего особенного в принципе я не вижу. Четыре камеры. Особо ничего не видно и не предвещает беды. Можно здесь обратить внимание, что сканер отпечатка пальцев по заводу должен находиться там, где сейчас находится. А именно на корпусе самого смартфона. А не как в предыдущем случае делали официалы. Выкручиваю видимые винты по периметру и снимаю среднюю часть. Нет, еще не снимаю. Нужно еще поработать пластиковым спуджером. И отщелкнуть все защелки. Теперь момент Х. То есть я еще не видел, что там под крышкой сеновала. И мне нужно понять, залитый он был или нет. Вообще по какой причине он у меня. Да, слушай, он залитый. Что бросается в глаза, это вот на задней крышке присутствует вот этот окисел. И здесь же на платье, вот в этом месте. А вот здесь уже есть следы попадания жидкости. Под средней частью проглядываются первые очаги коррозии. А точнее пока налет. Тоже какая-то коррозия. Сейчас будем смотреть под микроскопом. Вот она. Все, сразу же отсоединяем аккумулятор. На нем сейчас замерим. А, все, и на аккумуляторе тоже. Да, да. На аккумуляторе, когда близко подношу, видны следы окислов. Что у нас. Ну и тут, как бы, да, вот мелочь, по мелочи, по мелочи. Так, дисплей. Шлейф дисплея. Так, не пострадал. Так, нет, шлейф дисплей вот этот. Это шлейф на дополнительную плату. Шлейф дисплея. Здесь все четко. Так, напряжение на аккумуляторе у нас вангую, что будет ноль. Ну да, в диодной прозвонке точно будет ноль. Проверяю, какое напряжение осталось на клемме аккумулятора. После замера напряжения оказалось, что там даже есть 3,45 вольта. Что означает, что аккумулятор разряжен, но не до глубокого разряда. Но с таким значением телефон включиться в принципе не может. То есть это еще не полное короткое замыкание, значит тут не все потеряно. Демонтирую материнскую плату из корпуса. Еще один окисел под шлейфом. Да, причем так нехило. Так, и... Ох, офигеть! Через сим-слот. Да, все вот. А вот где собака затоплена. Через сим-слот прошел основной поток воды и попал внутрь. В принципе это нормально, ведь телефон не влагозащищенный. На самом корпусе под платой видны, как красный индикатор залития, так и окислы по всему периметру. И у меня начали закрадываться мутные сомнения в успешном ремонте. Ведь уже прошло много времени, очистить его нужно было здесь и сейчас. Знакомые пробовали окунать в рис, говорят помогает. Потяжелый, как говорится. Друзья, в таких случаях всегда есть запасной вариант. Это, например, купить материнскую плату или нижнюю платку, смотря что у вас залито, на сайте Алиэкспресс. Цены, в принципе, вполне демократичные. За мать на 128 гигабайт китайцы хотят в районе 4,5 тысяч рублей. Но можно же еще и сэкономить на каждой покупке с помощью кэшбэк-сервиса от Letyshops. Как раз накануне, с 21 по 23 июля, в Алиэкспресс будет действовать горящий кэшбэк, увеличенный в 3 раза до 15%. Например, если бы вы с обычным кэшбэком вернули 100 рублей, то с трехкратным вы вернут 300. Специально для тех, кто хочет купить что-то себе, а тратить много не хочет. Активировать горящий кэшбэк нужно на главной странице после регистрации по ссылке, либо в приложении Letyshops. Количество активации ограничено и у вас будет несколько часов на совершение покупки. Ссылочка на регистрацию Letyshops будет в описании. Регистрируйтесь и забирайте хорошее, но ограниченное предложение. Вперед! В нашем же случае нужно в первую очередь попробовать отремонтировать эту плату. А только потом уже, если ничего не получится, то, увы, заказывать. Защита вот эта, она запаяна и непонятно, нельзя посмотреть под нее. И посмотреть, что под защитой, хотя наверняка туда тоже залило. Перехожу под свой аналоговый цифровой микроскоп и давайте посмотрим на коррозию на плате. Насколько вообще это критично? На коннекторе подключения аккумулятора имеются окислы, что напрямую может влиять на запуск смартфона. Далее, вот в этом месте имеется налет и немного коррозии. И еще в нескольких местах. Например, на коннекторе подключения селфи-камеры. Сим-слот, само собой, залит и его обвязка. В общем-то, окислы имеются в разных местах материнской платы, но ничего критичного, то есть сгоревшего нет. Осмотрим под микроскопом части корпуса. Здесь даже все немножко страшнее, чем на материнской плате. Окислы имеются даже на шлейфе дисплея. Приступим непосредственно к ремонту. И первый этап – это чистка платы. Снимаю все навесное, а точнее целых 5 камер. 4 задние и 1 селфи. Нехило так Samsung напихали в этот смартфон. Фотокамер. Селфи-камера здесь просто отщелкивается. Блин, а как эти камеры снимаются? Я вообще не знаю. Вот 4 камеры держатся на пластиковой рамке на двойном скотче. При демонтаже нужно быть особо осторожным, чтобы не повредить плату. Она очень тонкая и сильно изгибается. Главное не переборщить. Не отходя от кассы, решил проверить некоторые значения сопротивлений на наличие изъянов. Но ничего подозрительного не нашел, в том числе короткие замыкания. Приступаю к чистке, а для этого воспользуюсь специальным отмывочным средством от Solens. Называется бензин-калоша. Наношу немного этой жидкости на мягкую щетку. И приступаю к локальной чистке. Там, где есть явные следы налета, прохожу щеткой интенсивнее. Примерно так же, как чищу зубы по утрам. С помощью термопасты. Конечно же, это шутка. Не воспринимайте близко к сердцу. Влажными салфетками от компании Ашан финально прохожу. Готово. Осталось только плату просушить. И делать я это буду при помощи своего фена. Готово. Материнскую плату калоши отмыл и феном просушил. И вот так выглядит конечный результат. Вроде все красиво. Но давайте окунемся под микроскоп и посмотрим, как все отмылось. Вам наверняка прекрасно видно, что в принципе все отмылось. Но где-то есть места, где уже пошла коррозия. И припой немного съела. В этих местах контакт может пропасть или начать пропадать со временем. Важно его восстановить во всех местах. Острым скальпелем зачищаю места коррозии. А затем пропаиваю с использованием флюса от компании Амтэч. Восстанавливаю контакт свинцово содержащим припоем от компании Яксун. Вокруг микросхемы коннекторов, также зачищаю и пропаиваю. Готово. Все выглядит уже намного лучше. Так, вроде бы все. Все почистил, пропаял. Короткие замыкания никаких нет. Теперь остается надеяться, что под вот этими железками нету никаких, скажем так, очагов коррозии. Надеюсь, туда не попало. Но судя по тому, что окислы в основном по краям платы, то туда маловероятно, что попало. Но бывает всякое. Подключаю плату на место и для теста хочу сделать первый запуск. Подключаю все шлейфы и давайте попробуем поставить телефон на зарядку. Зарядка пошла, но индикации никакой нет. Потребление 0,5 ампера и пока на этом все. Ток потребления равный 0,5 ампера, очень сомнительное значение. И картинки, соответственно, нет. Прошло буквально мгновение и появились изменения. Ждать долго не пришлось. Потребление упало и телефон находится в состоянии труб. И подключение дальше он заряжаться не хочет. Зарядка пропала и телефон пока себя ведет ни хуже, ни лучше. На другом мощном зарядном устройстве телефон пошел заряжаться. Но опять же малым током. Что контроллер не может включить быструю зарядку. То есть фаст чарджинг. В общем, телефон так. Телефон на зарядке. Вся плата нагревается. Больше всего вот в этом месте. И это означает, что у нас что-то с телефоном все-таки не так. Картинки на нем до сих пор нет. Хоть уже и несколько минут он стоит на зарядке. Спустя некоторое количество времени телефон начал подавать признаки жизни. Завибрировал. Так, спустя какое-то время телефон подожил. Вибрирует. Но это только без подключенного шлейфа дисплея. Подключаю дисплей. И больше телефон в цикле. В общем. Ну, крайней мере, вибрирует. Это уже что-то. Мы сейчас замерим, какое напряжение приходит на кнопку включения. Подключаем питание. Так, смотрим. Кнопка включения на вот этих контактах. 1,8 вольта. Одна кнопка. А, и вторая тоже. Вот. Одна из этих кнопок. Это у нас кнопка включения. То есть запуск телефона. Давайте попробуем отверточкой закоротить. И посмотрим, как он себя поведет. Да ладно. Да ладно. Включился. А вот и в первый раз картинка подъехала. Моему восхищению не было предела. Samsung A9. Неужели загрузится? Телефон без камеры, разобранный. После проверки функции дисплея, он откликается на нажатие и корректно функционирует. Что самое главное, я считаю. После того, как смартфон поднабрал начальный заряд, контроллер стал переключать его на быструю зарядку. 0,5. Вот 0,7. Переключилось. Все, зарядка пошла. И 1%. Осталось дело за малым. Это почистить селфи-камеру и восстановить контакт. Что тоже я проделываю под микроскопом. Очищаю все тем же бензином-калошей. Затем очищаю полностью корпус от остатков окислов. Он, получается, пострадал не меньше, чем материнская главная плата. Некоторые навесные шлейфы-коннекторы также пришлось пройтись спиртом. В общем-то, ничего сильно криминального с платой не было. Собираю все обратно в корпус. Обратно разборки последовательности. Закручиваю больше десятка винтиков. Вставляю сим-слот. Не забываю установить обратно сканер отпечатка пальца. Заднюю крышку пока не спешу клеить, так как еще нужно проверить все его функции. Вдруг что-то не работает или работает некорректно. Открываю основную камеру и проверяю, как работает она. Переключение на селфи-камеру отрабатывает корректно. Но все-таки заднюю крышку не зря не приклеил. Обнаружился дополнительный дефект. В общем, хорошо, что телефон я не успел собрать. При тестировании телефона все-таки есть дефект. Звоним в службу поддержки. Рады слышать вас снова. У вас настроен супер тариф. Этот дефект заключается в хрипящем разговорном динамике. Это прекрасно слышно. Это ненормально и нужно устранять. Не поленился, разобрал еще раз телефон и снял материнскую плату. Ну, хочу вам рассказать такую очевидную вещь, что на самом симслоте-то прорезиненная штука-то есть, смотрите. На симслоте прорезиненная часть есть. И все равно попала вода туда. Под ней находится динамик. Осматриваю его внешнее состояние. Динамичек, который приклеен. И да, да. Здесь куча грязи, пыли. На нем прекрасно видны частички грязи от времени эксплуатации. Хочу обратить ваше внимание, что это не залитие. Очищаю все это дело мягкой щеткой. А заодно продуваю грушей для оптики. Заказывал давным-давно с сайта Алиэкспресс. Собираю все обратно. Ну и давайте проверять. Добрый вечер. Рады приветствовать вас в службе личной поддержки. И поздравляем с праздником, днем защитника. Все, теперь не хрипит. Теперь звук чистый и не хрипящий. Что меня полностью устраивает. Финальной частью будет это заклеивание задней крышки. Буду ее клеить на клей B7000. Наношу небольшой слой прямо на клеевую заводскую основу. Прогреваю участок феном без фанатизма. И прислоняю заднюю крышку к корпусу. Готово. Оставляю на несколько часов вот в таком виде. И все у нас заклеилось. Отлично. По факту телефон полностью восстановлен. Но у вас скорее всего в голове вопрос. А куда я его дел? И да, я его никуда не продал. А подарил его очень хорошему человеку. Возможно даже одному из самых близких для меня людей. С момента ремонта прошло 5 месяцев. И у меня для вас есть маленький видеоотзыв по этому случаю. Так, ты мне расскажи вкратце, что и как телефон. То есть работает все, что... Телефон хороший. Работает исправно? Работает исправно, да. Отличный телефон. Ты что, записываешь? Ну, я так чуть-чуть какой-то... Ну, глюки бывают. Чехол сняла в чем? Значит, глюки, даже это не глюки, а просто его надо периодически перезагружать. Ну, это Android, мне кажется. Да, это, наверное, Android, потому что... Может, надо перепрошить. Может, перепрошить, да. Блин, ты вообще приложение закрываешь? Я тут уже миллиард раз. А как ты? Я сразу одну и один раз нажимаю. А, только что просто где-то 30 приложений было открыто. Ну, пока менять не будем, да? Не, пока менять не будем, мне он полностью нравится. Много памяти, работает, подарил их, держит хорошо. Все равно это подписчик нам подарил, как бы от души, а я, ну, чтобы его не продавать, тебе отдал. Ну, я его тестирую. Я не хочу сказать, что он прям мой, но тест проходит положительно. И это главное. Да. В общем-то, вы сами все слышали. Подписчику Андрею, за такой подгон огромное спасибо. И наверняка вам интересно, а сколько же стоит первый ремонт? Для клиента этот ремонт обошелся в 1000 рублей. Это просто сборка-разборка аппарата. За передергивание шлейфа аккумулятора я не взял ни рубля. Ну, а дорого это или дешево, напишите в комментариях под видео. И, к сожалению, это видео подходит к концу. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, было интересно и полезно. Еще увидимся, но уже в следующем видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok